Всем привет дорогие друзья! Сегодняшний ролик должен был выйти вообще другой, но я долго ждал трейлер обновления, нам обещали его вчера, а вчера он так и не вышел, я ждал еще сегодня утром, его тоже не было, а ролик мне снимать надо. К сожалению я также нахожусь в отъезде, как я и говорил, то есть я сейчас снимаю не в самом удобном месте, возможно тут может быть эхо, может быть какие-то посторонние шумы, хотя вроде микрофон у меня вывозит, то есть тут есть поп-фильтр, вывозит лишние шумы, но не знаю как это будет на итоге. Вы спросите, а зачем ты снова снимаешь ролик, как стать на лидерку или замку, если ты уже снимал? Да, но это скорее всего будет переработка или того ролика, потому что там я сказал очень мало информации и посмотрев его я понял, что нужно делать новый. В этом ролике я вам расскажу всю информацию, полезную информацию, как стать на лидерку на любом проекте, не только на смарте. Учтите, тут не будет никаких сливов вопросов, тут будет только информация, которая поможет вам подготовиться, как морально, так и морально, больше никак не подготовишься, вы то не на собеседование идете в реальной жизни. Итак, давайте начнем, во-первых выберите лидерский пост, допустим вы решили встать на лидера армии, мы заходим на форум любого проекта, а желательно конечно на смарт-РП и смотрим критерии на пост лидера. Мы будем использовать примерные значения и они не являются реальными. Допустим на пост лидера можно встать с шестого уровня, я говорю допустим, я не знаю как на самом деле. У вас седьмой уровень, хорошо вы подходите по критериям, на каждый пост лидера есть возрастное ограничение, обычно это 14-15 лет в зависимости от проекта. Допустим вам 16 лет и вы уж явно подходите на пост лидера. Будьте готовы отправлять документы, если вы собираетесь вставать на лидерку, потому что если вы проходите первый этап обслона, то есть когда ваша заявка проходит, то вам напишет следящий и попросит предоставить документ подтверждающий вашу личность. А как мы знаем паспорт дают в 14 лет, но есть такой момент, что вам еще могут не выдать паспорт и тогда вы можете предоставить свидетельство о рождении, это так тоже можно. Также желательно, чтобы у вас был хотя бы какой-никакой опыт в организации, а еще лучше, если у вас до этого были другие опыты на замках и лидерках, потому что идти на лидерку без опыта это не очень хорошо и не факт, что вы сможете пройти на лидерку, но я все-таки дам вам советы, которые увеличат ваш шанс. Переходим к оформлению вашей заявки. Первое важное уточнение, никакого купипаста, потому что если вы будете копировать с какого-то форума, там даже немножко вырезать и видоизменять, нет ребят, это купипаста и поверьте, администрация его находит в один клик. Тут не прокатит такая тема, что ну вот я отсюда вырежу, отсюда, потом все совмещу и прокатит. Нет ребят, поверьте, не прокатит. Я вам говорю, как сам бывший ГСГОС, я знаю, как проверяются все вот эти заявочки и другая администрация тоже это знает. И поверьте, вас просто отстранят от обзона или вообще вашу заявочку просто не одобрят. Поэтому первое правило, никакого копипаста. Вам стоит посидеть, хорошо подумать, написать биографию, улучшение, вот прям сидеть и думать, не за 10, не за 15, не за 20 минут. Посмотрите реально, чего не хватает организации. Придумайте крутую РП биографию, либо же можете купить их у посторонних групп. Я не буду рекламировать, потому что мне за рекламу никто не заплатил, а могли. Но увы. И вот, вы придумали охрененные улучшения, написали или купили шикарную РП биографию, и у вас уже внутренняя часть заявки готова. И вы можете аккуратненько переходить к ее оформлению. Мой совет, никогда не вставляйте много вот этих вылетающих приколов, мигающих, которые просто могут вызвать эпилепсию. Не надо делать в ядерных цветах, это просто невыносимо. Я вам говорю, как бывший администратор, который это все проверяет. Некоторые люди думают, что чем больше они там гифок вставят, чем вот этот, тем больше шансов, что их одобрят. Нет, ребят. Первое, что проверяет администрация, это внутреннюю часть. Поверьте, внутренняя часть намного важнее. Ну и про оформление тоже не стоит забывать. Там аккуратненько оформили, что-то вот разделители поставили. Шрифт над шрифтами поработали, над цветами. И все, не нужно вставлять по миллиону гифок, там картинок. Вот это не нужно. А уж поверьте, аккуратненько оформили и сразу увидят, что человек адекватный, серьезный. И это уже дает больше шансов на вас на прохождение. Когда вы написали заявку, советую не тратить время, а сразу приступить к изучению материала, что вам может понадобиться на лидерском посту. Как минимум, это правила организации, правила лидера. Возможно, еще стоит подучить уголовный кодекс и административный, это тоже могут спросить. И прочие остальные правила. Также советую потянуть РП-термины. На любом сайте можно найти РП-термины. И будьте готовы, что будут РП-ситуации. Это стандарт во всех обзвонах. Также могут быть уставы организации, их тоже надо выучить. Потому что я вам говорю, в 99% случаях вас его спросят на обзвоне. Это надо очень хорошо знать. Если на вашем проекте есть иерархия, то иерархию тоже надо важно знать. Потому что если вы не будете знать иерархию, как вы вообще будете работать? Окей, настал момент обзвона. Вы просто хорошо подготовились. Ни в коем случае не делайте себе никаких шпор, ни подсказок и не заглядывайте на форум. Уж поверьте, если во время обзвона вы начнете заглядывать на форум, администрация это очень хорошо увидит и просто вас снимет с обзвона. Вам лучше самому хорошо подготовиться. Потому что даже если вы откуда-то подглянете, то долго вы на лидерке не простоите. Вы просто-напросто не будете знать правила. Выучите вы и будете уверены в себе. Потому что когда вы сами все знаете, вы уверены в себе. И это дает вам бонус. А когда вы подглядываете, вы на нервах все это начинаете искать. Администрация по голосу это хорошо услышит. Потому что, скажу, опытная администрация это хорошие психологи. Которые по вашей речи могут понять, подглядываете ли вы где-то или говорите от себя. Правило номер два. Не нервничайте. Успокойтесь и поймите, что за тем экраном не сидят какие-то жесткие мужики. Которым по 30 плюс нет. Нет, в большинство случаев там сидят такие же парни, как и вы. Которым лет от 16 до 20. Да, вы скажете, но 20 лет это тоже уже не мало. Но я вам скажу, мне 19 лет. И я такой же простенький пацан, который может поугарать, посмеяться, пообщаться с любым человеком. Не важно сколько лет ему. Если человек адекватный, умеет общаться, не выделывается. То я буду с радостью с ним общаться. Почему и нет. И мне не важен возраст, уж поверьте. Перед обзоном хорошо отдохните, поспите. Потому что было дело, что у меня во время обзона кандидат уснул. Потому что всю ночь учил правила. Он прям уснул. Я попросил его включить камеру, потому что мне казалось, что он подглядывал. И он просто на камере уснул. Да, было и такое. Обязательно выпейте воды и спокойно отвечайте на любой вопрос. Если вы что-то не знаете, вот прям не знаете. Просто скажите, я не знаю. И переходите к следующему вопросу. Либо же можете хорошенько подумать. И вот, поздравляю, вы прошли обзвон на лидера. Ну или не прошли, но повезет в следующий раз. Все зависит от вас и от вашей подготовки. Да, ролик получился длиннее. Но он зато намного полезнее, чем прошлый. Тут я дал больше советов. Надеюсь, вам он поможет, когда вы будете становиться на пост лидера. Ну а с вами был Stretch Builder. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok